Все техники опустошают ум. Как привнести это в повседневную жизнь, чтобы быть свободным от желаний и неприязней? Пожалуйста, дайте совет. Знаете, ум таков, что он не может быть постоянным. Он идет то вверх, то вниз. И позвольте ему. Вы намного больше, чем ум. Борьба с умом делу не поможет. И отождествление себя с умом «я есть ум» — это то, что заставит страдать вас больше всего. Вы просто знаете. «О, мой ум побежал! О, Боже мой!» И все. Знаете, у вас нет тотального контроля над умом и независимости от него, потому что ум — это не что иное, как энергия. И иногда люди — энергия, еда. Все это оказывает влияние на ум. Существует так много историй. Знаете, в Индии, если кто-то ведет себя забавно, его спрашивают, что ты ел? Если мудрый и здравомыслящий человек ведет себя немного забавно, его спрашивают, что ты ел? Означает, что еда тоже влияет на поведение и ум человека. Так что на ум влияют многие вещи. Но при поддержке этого знания вы всегда победитель и никогда не проиграв. Может казаться, что вы падаете, но потом вы подхватите и подниметесь. Понимаете? До тех пор, пока вы опускаетесь до наркотиков и алкоголя и всех этих зависимостей, если вы злоупотребляете веществами, нет шансов выбраться. Нет. Это полное поражение. А в противном случае победа всегда за вами при помощи знания. Знаете, вы все, кто испытал и практиковал Сударшан Крию, возможно, даже и не замечали, но когда сложные времена приходят, а они приходят, вы способны выбраться. Да или нет? Кто согласен? Видите? Вспомните себя до того, как начали практиковать. Какое было ваше состояние? Какое было ваше состояние? Плохое состояние. Когда становилось плохо, это состояние сохранялось на длительное время. Так, месяцами. Но этого не происходит сейчас. Не так ли? Правильно. Способны ли вы быстро переключаться? Да. Сколько из вас? В этом могущество знания. Вы могли заметить, некоторые практикуют уже достаточно долго. Через время это даже вовсе не беспокоит вас. И если тяжелые состояния приходят, они затрагивают лишь на несколько секунд. Вы теряете самообладание на несколько секунд. Но чтобы вернуться к своему элементу, в свое состояние, не требуется даже нескольких минут. Вот и все. Почему же вы не видите? Боже, это такая огромная разница. И некоторые могли заметить, что такие ситуации больше даже не случаются. Сколькое заметили? Это называется йога, ситхи. Подобные ситуации даже не происходят со временем. Сейчас это случается, может, раз в год или раз в 4-5 лет, когда вас что-то так цепляет. Да? Потому что природа об этом заботится. Природа помогает с этим справиться. И если все же что-то происходит, это карма, нечто, через что-то просто нужно пройти. Поэтому просто пройдите через это. И все. Закончите это. Пройдите и исчерпайте это. Редактор субтитров А.Семкин